чё народ привет я с вами в 11.15 я говорил первым долгом прошу пока вы не собрались но может быть это в сторис будет первым долгом прошу предлагаю как изысканную привилегию подписаться на растригу в телеграме телеграмм растрига 2с пишите растрига 2с это я растрига в телеге вот собственно если вам адрес нужен посмотрите в профиле здесь в профиле лежит мой адрес хорошо чё ну здравствуйте да давайте вопросы 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 чё будем говорить-то праздники прошли ну и хрен с ними значит я тут меня это как его консьержками с праздником не крис наступающим решил а уже подписаны подписаны в телегин 1 3 спасибо большое спасибо пострига не постригать я 1 3 гамия 1 3 г ну чё чтобы раз 3 скажите наконец каком смысле 1 3 г это это на человек изгнанный откуда-то растриженный сана растриженный из звания вот я например журналист 1 3 га меня в 99 году выгнали союза журналистов которыми никогда не был я никогда в него не вступал на меня выгнали вот поэтому и 1 3 к секундочку я попробую выключить звук сейчас секунду хорошо дальше поехал еще один участник нашей программы привет из тольятти привет надо переобулся да я переобулся на зимние липучки в этом году не ставлю шипы у меня не будет шипов потому что я езжу в городе во вторых на липучке нормально ездить плюс 10 и нормально себя чувствуешь не вопрос дайте совет уволился не знаю дальше что делать на работать надо работать работать в поте лица своего как скотина вас обязал к этому господь поэтому ваше дело работать впахивать чтобы жопа была мокрая вот и все вот это мой совет государство должно или нет я с трудом думаю о том что он должно государство государство которое создано народом должно государство то которое дано вам господом не должно вам ничего россия есть государство страны такой нет есть государство значит государство это создано господом богом вам они хрен должны за но в смысле наверно среди нас дамы. Я хотел сказать за щеку. Нет. Ничего не должны. Ну государство, вашу мать, создано Господом. Оно должно Господу, но не вам, ублюдкам. В хорошем смысле, простите, я никогда не ругался. Ну а вы-то тут при чем? Вы создали свое государство? Вы создали свое сраное государство, я спрашиваю. У вас нет государства, ни хера никогда не было. Понятно? Государство создано Господом. Правит помазанник. Вам что надо? Что вы прилипли? Прилипчивые, мерзкие. Все пытаетесь пристроиться, присосаться, как глисты. Кто вы есть вообще? Хорошо. Эфир я не веду стоя, я здороваюсь стоя, потому что нужна диафрагма. И так далее. Штрафы, скарт, Харлей сыпется. Харлей сыпется. Что Харлей сыпется? И что надо делать? Надо Триумф покупать. Какой Харлей? Зачем вы покупаете Харлей? Я не понимаю. Вы когда-нибудь понимаете, вы, 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 поймите, человечество давно решило проблему коробки передач. Человечество охрененное создало коробки передач. Но Харлей не в курсе. Поэтому у них как сраная коробка с гвоздями. Понимаете? Вы представьте себе, что вы монтировку воткнули в коробку со старыми ржавыми гвоздями и вот так вот ее крутите там. Это и есть ковровка передач Харлея. Что надо быть в своем уме, чтобы покупать это гвно. В хорошем смысле я тоже никогда не ругал Харлей. Никогда. Но если вам нужна работа коробки передач, то вы пойдете к немцам и поймете, что их коробки все-таки гвно. например, Дукати. Это же немцы, это Ауди. Ауди. Хрен поймаешь нейтралку, вообще никогда не поймаешь. Окей. Это Ауди. Тогда вы пойдете к БМВ и вы найдете нейтралку. Иногда. И вы поймете, что их коробки гвно. И когда вы захотите настоящую коробку передач, которая клик-клак, клик-клак, которая дает вам чувство уверенности, вы купите триумф и перестанете выдрачиваться. Ну, мне кажется, все равно все туда идем, к хорошему. От плохого идем к хорошему. А в конце смерть, понимаете, диалектика. Так, что? У меня Ауди, ну и что? Я говорю, Дукати принадлежит Ауди. Вы знали это или нет? Нет, Хонда, Хонда как коробка включается? Ну, скажи, пожалуйста. Арисович, Б.Арисович, как у Хонды коробка включается? По-моему, кстати, хорошо. У меня была Хонда, XR 650R, ничего, включалось нормально. БМВ-5 или Камри в максимальной комплектации? Смотря, что вы хотите. Если вы хотите, если вы хотите аскезы, и вы хотите унизить себя каким-то образом, то, конечно, Камри. Но это очень, это помогает, это душеспасительно. Камри, 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 Камри. Конечно, потому что так вы докажете людям, что вы в униженном состоянии. А если вы хотите поездить, то БМВ. А вообще, сейчас уже ездить нельзя. Мотоциклисты между рядов скоро закончатся, это в России никогда не закончится? Ку-ку. А как вы мотоциклисты? А зачем нам мотоциклы, если мы будем стоять и любоваться на вашу жопу? Объясните мне, пожалуйста. Как вы думаете, ваша жопа красивая, конкретный человек, который мне это написал, что я должен на нее пялиться, объясните? Я покупаю мотоцикл, потому что я езжу в межуряде, но я никогда не езжу в межуряде. Атенсион! Я всегда еду одним из рядов, просто мне хватает 10 сантиметров. Я не езжу по полосе, она скользкая. Зачем я буду ездить по полосе, по резинке по этой? Она скользкая. Не надо за меня выдумывать эту херь, понятно? Я не еду по полосе. Я еду в 10 сантиметрах полосы. Либо в одном ряду, либо в другом. И что у вас парит-то, я не понимаю? Вы что, мне в ряд встать не разрешаете, что ли? А вы знаете, что по правилам, если два транспортных средства помещаются в одном ряде, они спокойно могут это делать. Вы правила когда сдавали? Вы когда сдавали? Знаешь, что я сдавал правила, я сейчас скажу, последний раз два с половиной года назад. А знаете, сколько я потратил на сдачу правил на 20 вопросов? Две с половиной минуты. И то потому, что я жопу чесал минуту. Я мог бы за полторы бы сделать все. Я первый сказал, готово. Все у меня зеленое. Все, ни одного красного. Поверьте человеку, единственному в этой стране, которая знает правила, это я. Поверьте мне, мотоциклист может находиться в том же ряде, что и вы. А про зрительные мы не ездим. Потому что там скользко. Потому что нам жопу заносит, когда мы на резинке на этой начинаем газовать. Понимаете? Особенно если дождь. Вот и все. Хорошо. Он на диете. Да, я на диете. Иванова Людмила. Я на диете. Я питаюсь 5 дней салом. Свиным салом. Но я хохол, поэтому мне положено. Это диета Яна Квасневского, либо Косевского, либо как на К какого-то Яна. Ну и что? Значит, я сейчас съел. Ну я пришел, да? Завтрак. Примерно такой кусок сала съел. Сука, конечно, подколбашивает. В хорошем смысле. Да. Потом не жрешь 6 часов, потом яичницу на сале. И потом этот Янг пишет и говорит, а потом вам уже не захочется есть. А потом вам не захочется жить. Ничего, уже ни душ, ни зубы не чищу. Ничего. Все. Живу на сале. Эй, ну хватит. Сколько вам? Про кутузу поразделу на мотиках. Ну бывает. Ну бывает. Поразделительное вы имеете в виду? А ну бывает. Бывает, конечно, потому что это стадо коров, как столпиться эти автомобили. Что делать? Приходится поразделительное объехать. Ну аккуратно. Аккуратно. Хорошо. Зачем много подписчиков в телеге? Как зачем? Чтобы трахать вас в мозг. Зачем вы мне нужны, подписчики? Как вы не понимаете этого? Чтобы трахать вас в мозг. Самое сладкое между ушами. Вот туда я хочу войти. Спасибо, братцы. Все, завтра собираемся в 11.15. Завтра в 11.15. Меня ждут великие дела. Все. 차.